Генеральный партнер программы Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программы «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. В Скопинской епархии в городе Ряжске на этой неделе проходили юбилейные 10-е горитовские краеведческие чтения, посвященные памяти протеерея Василия Гаритовского. Он был видом церковным и общественным деятелем. Форум по традиции проходил в городе, где трудился отец Василий на протяжении многих лет. Задачей чтения по заявлению организаторов является воспитание патриотических чувств, развитие интереса к истории родного края и увековечение памяти Василия Гаритовского. В этом году в рамках чтения в стенах Ряжского краеведческого музея прошел патриотический вечер, посвященный столетию начала Первой мировой войны под названием «И зовет нас на подвиг Россия». Начались юбилейные горитовские чтения с торжественного молебна перед началом «Всякого доброго дела». Состоялся он в Христорождественском храме города Ряжска. Возглавил богослужение правящий владыка Скопинской епархии Владимир. Гаритовские чтения ежегодно встречают большое число ученых из разных городов. Многие из них прибыли молитвенно почтить память основателя краеведения в Ряжске протеерея Василия Гаритовского. Из года в год все больше и больше людей приезжают в славный город Ряжске, чтобы поделиться своими мыслями, чтобы рассказать о тех исторических исследованиях, которые они проводят в течение года, чтобы поделиться своими взглядами на те процессы, которые происходят сегодня в современном нам мире. С самого начала проведения форума, 10 лет назад, его учредители разработали основной план мероприятия, которому все эти годы следовали без особых изменений. В нем существует два пункта, занимающих особое положение. Во-первых, это проведение панихиды по протеере Василию Гаритовскому на месте, где он был погребен и где раньше находился главный Ряжский Боговещенский собор. А во-вторых, в сам день торжественного открытия чтений священнослужители совершают молебен о начале благого дела. С тех времен традиция не менялась. Мы всегда совершаем и поминовение патриаря Василия, и всегда торжественно стараемся, все духовенства нашего района собираются для того, чтобы вместе всем помолиться соборно. Богато историческое прошлое Ряжского края, славные страницы, вписанные ряжцами в историю российского государства, настоятельно диктовали необходимость возвращения Ряжску исконных названий улиц. Общество исследователей Ряжского края в рамках Гаритовских чтений и краеведческого проекта «Улицы старинного Ряжска» постепенно возрождают улицы некогда уездного города. За 10 лет существования форума было открыто немалое число памятных знаков, свидетельствующих о старинных названиях улиц города. Это делается для того, чтобы молодое поколение знало о своих корнях и не забывало свои истории. Так в этом году было решено открыть памятную доску улицы, которая раньше именовалась Киевской. Краеведам до сих пор доподлинно неизвестно, почему она так была названа. Историки предположили, что в 1904 году была очередная дата воссоединения Украины с Россией. К этому событию, по всей видимости, в уездном городе состояло заседание Думы, на котором и было принято решение о переименовании улицы с Мясницкой на Киевскую. В советские годы оба этих названия были забыты, и до наших дней она дошла уже как улица Кирова. Во всяком случае, на сегодняшний день других версий нет. Эта версия очень красивая и актуальная в настоящее время, потому что, знаете, мы вчера, когда открывали этот знак памятный, мы все поймали себе на мысли, что вот та часть, которая от нас вроде бы как ушла, украинская, но она все равно наша, все равно она родная, все равно это один и тот же народ, одни и те же люди. Очень многие подходили, спрашивали, почему. То есть интерес, он вот такой неподдельный у людей. Особенно, видите, как это совпало, именно мы не подгадывали. То есть это на самом деле так и есть. Это была такая улица Киевская в городе Ряжский. Официальное открытие Гаритовских чтений состоялось по традиции, в стенах Ряжского краеведческого музея. Именно при нем несколько лет назад было создано общество исследователей истории Ряжского края. Плоды его работы существенны. К открытию форума был подготовлен видеофильм «Мгновение Гаритовских чтений». Гостям и участникам конференции было предложено вспомнить события всех 10 лет. Мы с вами посмотрели прекрасный фильм и видели, как на протяжении вот этих лет многие люди идут вместе с нами рука об руку. Не считаясь со своим временем. Мы сегодня видим гостей из многих уголков нашей необъятной России. И Рязань всегда с нами. После презентации видеофильма слово взял вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов, который сам 10 лет назад стоял у истоков Гаритовских чтений и до сих пор является председателем организационного комитета. Обращаясь к участникам форума, он зачитал письмо губернатора Рязанской области Олега Ковалева, в котором глава региона пожелал всем плодотворной работы неиссякаемой энергии, успехов в творчестве во имя благополучия Отечества. Уверен, что горитовские чтения, проведение которых стало уже доброй традицией, будут и в дальнейшем способствовать сохранению для будущих поколений поистине уникального наследия нашего выдающегося земляка, укреплению духовной культуры российского общества. По традиции на форуме вручались медали Гаритовского. На обороте этой медали написано «Трудящийся достоин за труды своя». Эта фраза явилась основным критерием при определении награждаемых. Человек, удостоенный этой медали, поистине потрудился на ниве краеведения, на ниве духовного возрождения, образования и культуры. В числе награжденных в этом году была директор Ряжского краеведческого музея Галина Косарева и епископ Скопинский Ишацкий Владимир. Они были удостоены медалей высшей первой степени. Я вижу, что зал Ряжского краеведческого музея перестает вмещать всех участников чтений. Это говорит о том, что сегодня в зале присутствуют не только знакомые всем лица, но и состав участников данных чтений с каждым годом расширяется, становится все больше и больше. Гаритовские краеведческие чтения стали особой визитной карточкой нашего города и особым брендом нашего музея. И сегодня, в этот праздничный день, мне хотелось бы выразить слова благодарности всем организаторам чтений, всему нашему краеведческому сообществу за большой вклад в сохранение исторического и культурного наследия нашего Ряжского края. К юбилейной дате десятилетию проведения чтений организаторами была учреждена особая грамота Гаритовского. Ее получили не только историки и краеведы, но и те люди, которые поддерживали и активно содействовали в проведении форума. В числе награжденных Андрей Насонов, председатель Ряжской районной думы, Виталий Каширский, глава Ряжского муниципального района и Андрей Кашаев, глава муниципального образования города Рязани, председатель Рязанской городской думы. За активное участие и за активную работу по подготовке наших чтений уже не первый год. Я свою мысль, вот жизнь сейчас без Гаритовских чтений не мыслю вообще. В прошлом году, позапрошлом и так далее тоже стала частью меня на самом деле. Или даже не традиция, понимаете, это что-то большее. Вот здорово, что на Ряжской земле есть такое замечательное явление, как Гаритовские чтения. Для Ряжска протеерей Василий Гаритовский сделал очень многое. Православие сыграло значительную роль в истории города, повлияло на социальные и культурные аспекты его развития. Своим именем и делами отец Василий сплотил церковь, общество и власть. Он внес свой вклад в развитие краеведения этого старинного города и был первым его краеведом. Чтения посвящены известному общественному церковному деятелю Василий Ивановичу Гаритовскому. И объединяет именно он нас, и объединяет главным. Человек, который служил людям по-настоящему, который умел сострадать, умел быть милосердным, который умел помогать. И именно к этому и мы призываем всех, проводя наши чтения. А помнить всех, кем мы гордимся, можем гордиться. Помнить всех, кто служил Отечеству. Помнить всех, кто служит людям. 15 лет протеерей Василий Гаритовский был ректором Рязанской духовной православной семинарии. На этот пост он вступил в полноте силы здоровья с неисчерпаемым запасом неутомимой энергии. Отец ректор был и остается образцом аккуратности и исполнительности. В период управления им духовной школы считается одним из самых светлых в истории Рязанской семинарии. Он приходил на помощь всем нуждающимся, добрым словом. Также он вел активную благотворительную деятельность. Сегодня те добрые традиции живы. Так, обществом Гаритовского учреждена была особая награда. Стипендия лучшему семинаристу духовного учебного заведения. За отличные успехи в учебе обладателем стипендии имени Гаритовского в этом году стал студент Рязанской православной духовной семинарии Иван Куликов. Мы уже с вами в десятый раз встречаемся. И в десятый раз я с большой для себя радостью называю лучшего студента Рязанской духовной православной семинарии. Человек, который в будущем может стать великим предстателем Божьим. Чтобы определить из всего числа учащихся Рязанской православной духовной семинарии лучшего, в учебном заведении была собрана специальная комиссия, которая определила семинариста по его успеваемости и личным качествам, соизмеримым с будущей пастерской деятельностью. Традиция вручения стипендий, которая была заложена на Гаритовских чтениях – это очень важный момент. Он поддерживает и дает связь поколений. Мне очень приятно получить эту награду. Конечно же, мы слышали об протеереи Василия Ивановича Гаритовского. Он в 19 веке был ректором нашей Рязанской семинарии. Он очень хорошо относился к семинаристам. Для семинаристов он был как родной отец. И даже когда он умер, на похороны, пришли очень много семинаристов к нему. Сопровождали его гроб с флакевами и служили два дня панихиды у его гроба. Ну, в том, что мне дали эту награду, наверное, не только моя заслуга, следует поблагодарить наших преподавателей, администрацию семинарии. После официального открытия Гаритовских чтений в стенах Кровического музея прошел патриотический вечер, посвященный столетию начала Первой мировой войны и зовет нас на подвиг России. По традиции, которая устоялась за 10 лет в рамках форума, всегда проводятся памятные вечера, посвященные тому или иному важному событию истории. Обойти такую круглую юбилейную дату было невозможно. В августе исполнится ровно 100 лет с начала Первой мировой войны. Одной из переломных в истории. С этой войной, по словам Анны Ахматовой, начался не календарный, настоящий 20 век. Первый акт исторической драмы, стоившей жизни миллионам людей. Для переживших Первую мировую, предвоенное время казалось прекрасной эпохой, настолько шокирующим было потрясение от войны, настолько колоссальными принесенной жертвой и настолько же непонятными, бессмысленными ее цели и результаты. Сегодня мы в том числе говорим о Первой мировой войне, о столетии начала Первой мировой войны, забытой о войне, но в то же время Великой войне, потому что в это время страна дала большое количество героев, большое количество георгиевских кавалеров. И сегодня мы будем о них говорить, будем вспоминать о них, будем называть конкретные имена ряжцев, которые показали себя геройски на той войне. И опять-таки, самым главным остается не забывать о войне, не забывать об уроках войны, сделать так, чтобы на земле люди не гибли, а люди жили и созидали. Вот главная наша задача. Все представленные экспозиции Ряжского музея играют огромную роль в патриотическом воспитании. Сотни экспонатов военных реликвий от Отечественной войны 1812 года до Второй мировой. Все это памятники, которые свидетельствуют о мужестве и героизме ряжцев. Цель музея всегда заключалась в том, чтобы показать все предельно емко, опираясь на подвиги жителей старинного города. К юбилейной дате, столетию начала Первой мировой войны, в музее была открыта новая экспозиция, «Великая, но забытая война 1914-1918 годов». В основу этой выставки вошли фотодокументы из фондов Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника о пребывании на боевых позициях в Галиции 140-го Зарайского пехотного полка, о пребывании в 2016 году на Северо-Западном фронте 4-го осадного артиллерийского полка 38-го отдельного полевого тяжелой артиллерии дивизиона. Фотографии офицеров и солдат рязанцев, участников Первой мировой. Там где-то озеро в лесу Межтрав торжественно застыло И чудом всю себя вместило Не беззакатную красу, А над протоками туман, Как дыркурится над водою И между небом и землею Сна примирения белых храм И между небом и землею Сна примирения белых храм Память – живая ниточка, связывающая поколение, прошлое с настоящим, настоящее с будущим. Ощущение тесной кровной связи С предыдущими поколениями Придает человеку больше уверенности в жизни. Важно и знание истории своего города, Улицы и даже дома, в котором живешь Или в котором жили твои родные. Богатое историческое прошлое Ряжского края Славные страницы, вписанные ряжцами В историю российского государства Не оставляет историков в стороне, А движет ими на протяжении многих лет, Оставляя бесценные материалы Для будущих поколений. 28 февраля в домовом храме Рязанского епархиального управления Состоялась пресс-конференция С участием главы Рязанской митрополии По общим вопросам. Подобная встреча Митрополита Рязанского И Михайловского Вениамина С представителями средств массовой информации Прошла в первый раз С момента его назначения На Рязанскую кафедру. Отвечая на вопросы журналистов, Глава митрополии Поведал итоги работы За два месяца Его пребывания в Рязани. Многое было сказано О том, что сделано И что предстоит сделать в будущем. На Рязанскую кафедру Владыка прибыл два месяца назад, Но встреча с журналистами Была специально запланирована Не на первые дни после назначения, А на конец февраля. Покидая Пензенскую кафедру На новом месте Служение митрополиту Вениамину Необходимо было ознакомиться С положением дел в Рязани. Владыка очень хорошо знает наш город И знаком со многими людьми. В 70-х годах он служил Экономом Иоанна Богословского монастыря Села Пощупова, Возрождающегося после лихолетий. Рязанская земля Ну, она необычайная земля. Здесь очень добрые люди. Здесь земля намоленная, Потому что в Рязани Много подвижников, Святых, угодников, Которые молят Царя Небесного О нашей земле, О нашем отечестве. По словам митрополита, Церковная и приходская жизнь В нашем городе достаточно развита. Однако впереди очень много планов. В числе главной задачи Владыка назвал внимание Кремлю. В ближайшее время Митрополит выразил необходимость Восстановить внутренний облик Христорождественского собора. Для этого епархия обратилась В Министерство культуры За разрешением сделать проект И начать роспись четверика. Сейчас новый закон, Без которого мы, А мы же законопослушные, Ни одного гвоздя Мы не можем забить в Кремле Без проектной документации. И, наверное, нам надо будет подумать, Это не с одного дня все, конечно, О восстановлении той красоты Прекраснейшего иконостаса, Который в Успенском соборе. Он был позолочен. Судьба Кремля и тема возвращения Ему прежнего облика Волнует сегодня многих. Но в Рязанской области Очень много забытых и разрушенных храмов, Которые также нуждаются В срочной реставрации. Представители СМИ поинтересовались, Какую работу в этом направлении Будет вести епархия. На это глава Рязанской митрополии Заявил, что в настоящее время Создана комиссия по вопросам реставрации Не только сельских, Но и городских церквей. Планируется, что по каждой Будет создан свой паспорт С учетом внешнего и внутреннего Состояния, а также затрат на восстановление. После чего можно будет начать Постепенное возрождение Пороганных в советские годы святынь. Реставрировать хоть один храм Это было бы очень, Для меня была бы большая радость. Как сейчас будет делать, Я еще не готов вам ответить. Но дело Божье, И я думаю, если бы мы с вами Потрудились хорошо, Возможно бы эти прекрасные памятники, Архитектуры, Они бы были сохранены для наших деток, Для ваших внуков. И это же украшение земли рязанской. Говоря о планах на будущее, Владыка Вениамин затронул тему Милосердия ко всем нуждающимся людям. Он призвал рязанцев не быть равнодушными К чужому горю. Социальную работу в этом направлении Будет вести и епархиальный отдел. У нас еще одна из таких проблем Это социальные служения. Это молодежные деи ланье. Это катехизаторские дела. Миссионерская работа. Мы создали недавно Союз православной молодежи. Сейчас в каждом храме Будет по представлению Председателя отдела По работе с молодежью И лидера Союза православной молодежи Предложен настоятелю помощник, Который должен работать С молодежью данного прихода. В завершении пресс-конференции Владыка Вениамин поблагодарил Всех представителей средств массовой информации За работу и выразил желание И впредь продолжать активное сотрудничество. Тем более, что 2014 год Будет насыщен рядом Значительных и славных дат. Владыка также поздравил всех журналистов И жителей города С наступающим Великим постом. Пост надо всем желать провести в мире Единомыслие С уважением друг к другу. Потому что если мы не будем уважать, Не будем как-то терпимы, Значит сложнее. Мы же сами накручиваем себя И уходим от Бога, Уходим от благодати Божьей. Поэтому апостол Иоанн Богослов, Который здесь на Рязанской земле Очень любит, говорил всегда своим ученикам Дети, Бог любовь есть. Любите друг друга. И детьми Божьими будете. Вот я пожелаю всем нам, Рязанцам, любить друг друга, Чтобы быть детьми Божьими. 20-летний юбилей Отметила Рязанская православная газета Благовест. На сегодняшний день Это единственное общедоступное издание, Которое ежемесячно рассказывает О духовной жизни на Рязанской земле. Торжественное мероприятие прошло В Рязанской библиотеке имени Горького, Где собрались друзья, читатели И создатели газеты. Звучали поздравления От настоятелей рязанских храмов, Игуменов монастырей, От правительства области И рязанских журналистов. Благовест – это праздничный звон Самого большого колокола, Извещающий о начале богослужения. Именно таким духовным колоколом Стала для рязанцев в середине 90-х Одноименная православная газета. Она появилась как раз тогда, Когда церковная жизнь в Рязани Только возрождалась. Многие люди в поисках духовного смысла Обратились к вере и потянулись к храмам. Среди них была и главная редактор газеты Ирина Евсина. Когда я это увидела, узнала, Эту красоту божьего мира, Конечно, мне захотелось Рассказать людям, поскольку я уже Профессиональный журналист был к тому времени. И посоветовалась с отцом Авелем об этом, Наместником Богословского монастыря. Он благословил, со слезами на глазах, Сказал, что действительно нужно об этом рассказывать. Газета «Благовест» началась сдаваться По духовным руководствам Наместника Иоанна Богословского монастыря, Архимандрита Авеля Македонова. Он принимал активное участие В редактировании и написании многих материалов. Давал ценные советы. Впоследствии в редакционный совет газеты Вошли многие известные рязанские священники. Зарождение газеты происходило В трудные для нашей страны годы. Если бы не помощь благотворителей, Первый номер изданий мог бы так и не выйти в свет. Когда меня спрашивают, на что газеты выходят, Вы не задали такой вопрос. Но вообще многие люди спрашивают, На что, откуда у вас газета выходит. Я так понимаю, глаза вверх и говорю, Господь подает. Действительно так. Потому что он подает через людей, Через добрых людей. Людей понимают, что такое православие, Что такое слово Божье, в первую очередь. Поэтому мы живем. В 20-летний юбилей редакция Благовеста Собрала всех своих коллег, авторов и героев статей. Сейчас архив номеров – Это несколько десятков томов, По которым можно проследить Всю историю возрождения духовности На Рязанской земле. Я думаю, что впереди уже на базе Благовеста Многое сдавать книги, Какие-то еще, Потому что многое то, что Благовести, Уже это как бы история нашей епархии, История нашей православии, История нашей жизни. И всех нас с вами современников. Ежемесячно на страницах Благовеста Можно прочитать о самых важных Епархиальных и мировых событиях православия, Узнать об истории наших святынь, И получить духовные советы наставления Отцов Церкви и известных современных священников. На протяжении последних семи лет Издается младший брат газеты, Детский юношеский журнал «Ступени», Который рассказывает об основах Православной веры подрастающему поколению. Подписка на Благовеста осуществляется по всей стране. И это несмотря на обилие интернет-изданий и журналов. Оправдывая свое название, Газета продолжает нести людям благую весть. И для многих верующих вот уже 20 лет Она была и остается помощником на пути к Богу. В 2014 году исполняется 700 лет Со дня рождения Великого Святого Русской Земли Преподобного Сергия Радонежского. В рамках празднования юбилея В Рязанской области запланировано множество мероприятий. Среди них музыкальный вечер, Который прошел 27 февраля В Рязанском музыкальном колледже. В память о знаменитом Радонежском подвижнике Прозвучали лучшие произведения Духовной и классической музыки. Имя Преподобного Сергия Радонежского Широко известна по всей России И связана в том числе с Рязанской землей. Святой побывал в нашем городе в 1386 году, Чтобы уговорить князя Олега Помириться с московским правителем Дмитрием Донским. Поэтому Рязань принимает самое активное участие Во всероссийском праздновании 700-летнего юбилея со дня рождения святого, Который отмечается в этом году. В рамках этих торжеств В Рязанском музыкальном колледже Прошел концерт, посвященный памяти Святого подвижника. Заслуги преподобного перед Отечеством Не сводятся лишь к его миротворческим Подвигам и благословению Воинов, идущих на Куликовскую битву. Для современников Он стал подлинным светильником, Человеком, сумевшим подчинить Всю свою жизнь Евангельским заповедям любви И единомыслия. Всегда избегая судить и назидать, Он учил главным образом Собою. В музыкальном вечере приняли участие Все педагоги и творческие коллективы колледжа, А также рязанский хор Пороскева «Пятницы». Гости концерта смогли услышать Известные произведения русской классической музыки, Романсы на стихи классиков русской поэзии, А также молитвенные произведения Духовных композиторов. С пением душа открывается в человеке. Это как, знаете, пение, хоровое пение, Песня, служебное пение, Оно как бы разрыхляет почву для того, Чтобы зашли ростки нашего духа. То есть, что мы могли молиться в храме, Чтобы дух наш просыпался от греховной спячки. Музыкальный вечер в память о преподобном Сергея Радонежском собрал полный зал гостей. Особенно радостно, что среди слушателей Было много молодежи. Удивительная красота молитвенных песнопений В музыкальном оформлении известных Духовных композиторов никого не оставило равнодушным. Я был очень рад попасть на этот концерт, Посвященный 700-летию со дня рождения Преподобного Сергия. Мне посчастливилось услышать Очень много хорошей музыки, Духовной, оркестровой. Вообще, духовная музыка лично на меня, Да я думаю, что она каждого Оказывает очень положительное влияние, Трогает самые тонкие струны души. Концерт в музыкальном колледже Одно из первых мероприятий В рамках празднования 700-летнего юбилея Преподобного Сергия Радонежского. Основные торжества запланированы На лето и осень, Когда церковь празднует Дни памяти святого подвижника. Это был наш последний материал на сегодня. Я благодарю вас за то, Что вы были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, дорогие телезрители.